Представьте двух людей, хранящих важную тайну, которые вынуждены находиться не вместе. При этом им необходимо издалека переслать закрытую информацию. Однако подслушивающая по имени Ева также хочет завладеть этой информацией и имеет возможность перехватывать их сообщения. Итак, Алиса решает связаться при помощи писем, написанных с использованием некого секретного кода. Следующая аналогия поможет понять. Сначала Алиса запирает свое сообщение в ящике, используя замок, комбинацию от которого знает только она и Бог. Это называется шифрованием. Потом закрытое сообщение отправляется к Бобу. Когда Боб получает ящик, он открывает его, используя код, который заблаговременно был ему сообщен. Это называется дешифровкой. Криптография появляется, когда вместо физического ящика используются шифры. Их можно считать виртуальными замками. Шифры позволяют Алисе и Бобу запутывать и распутывать их сообщения, чтобы они казались бессмысленными для Евы, которая их перехватывает. Криптография использовалась на протяжении тысяч лет. Она определяла исходы войн, а также стоит в центре сегодняшней всемирной коммуникационной сети. Для погружения в очаровательную историю криптографии требуется понимание двух очень древних идей, связанных с теорией чисел и теорией вероятностей. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok